Смотрите, я пробегаю бегом, отрезается раз, два, три, четыре ветки, говорят, мы генетики, а вы в металлурге. Я только не понял, какое отношение отрезать четыре ветки, обречь на смерть дерево, ну перед этим год-два помучается, обрастет черными листьями, потом начнется авы их фунгицидом, что уж сразу-то. Это когда-то анекдот был, правда, про людей в пересрочные времена, когда кто-то с трибуны говорил, да мы всё, да мы вот ещё такой эксперимент ставим, мы идём к победе социализма, а кто-то из зала крикнул, а вы душ там не пробовали? Вот это, к этой теме. Так, это уже видеть не могу, ещё один генетик, вот. Это, видите, пробегая нехогда, этот генетик, оказывается, опытный салат со стажем, на самом деле ни одного дерева, похоже, не вырастил, попробовал бы вырастить. Если бы она вырастила, она вколечить бы не стала, не такая она дура, да, скорее всего, ей просто нужен был набор советов, абсолютно не веришься, я её применил только, потому что она тоже теперь, у меня на них зуб, вот. Человека каким-то, нет, назвать не просто металлургом, а каким-то металлургом, вот. Человека, который, кавалер ордена славы, весь почётных званий, вот, лучший изобретатель города Норильска, значит, помните, как раз говорю, я валенник соображаю, у-у-у-у, так вот, 30 тысяч деревьев вырастил за свою жизнь, да, вот, и ничего не видел, а это, ну, как они могли вырасти-то у меня и у моих друзей, вот, какой-то металлург, а генетик, не могу опомниться, а мы генетики. Вот генетик, вот генетик, отрезали вот эту ветку, эту, 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 генетики. Ладно, это пробегаем, почему? Уже знают, что кто-то новичок уже так резать не будет, почему? Смех страшное оружие, я высмел её, вот. Бешеные рекламные книги, где существуют летние бориска, осенние и зимние, вот, это тоже неправильно, видите, как я мягко, вот. Ещё не наступил рассвет, в стране дураков кипела работа. Это всё было придумано ради фильма, я видел полчасовые фильмы, часовые, как, как, вот такие, когда человек всё это выслушал, записал на бумажку и пошёл, этим самым, пошёл, какое слово-то подобрать. А, ну да, ещё не наступил рассвет, поняли, да? Это абсолютно ненужная, глупая, вредная работа, тем более, представьте себе, что это только одна из полсотни деревьев, вот. Нельзя, советы официальные от крупных авторитетов, вот. Нельзя, это, ничего трогать по дереву, ни моровейники тоже нельзя. Попробуйте, они такие уж они страшные, как вам кажется. Я этих, огород не касается, там из меня разберётесь. На моровьев списывают неудачи, да, вот, ни одно дерево мне ещё от моровьев не погибло. Зато ни дырок, ни тли, ни болезней. Это повтор, но я надеюсь на новичков. Ищем тлю, ищем болезни, ищем дырки. Вот, муравейник при этом довольно крупный, я его огородил специально. Вот, вот это и есть технология железного. Вот, согласитесь, чем уничтожать муравейник? Трикола для сбережения. Важнейший момент, вот, это называется, я этим не страдаю, никакими этими доверчивостью. Вот, опять муравьи, да, ещё, коротко, здесь нужно, чтобы вытравить муравей вот с её участка, допустим, 10-20 соток. Нужно, даже не бочку, вот таких вот, этих, ну, например, от 100 до 1000. Вот таких вот. А она советует, почему? Потому что её наняли. Неистребимые захватчики, защитники, вот убери слово «защитники», убери вот эту коробку. И фильма нет, и заработка нет. Очень постоянное, я слышу, началось с этого, с 19 века, ну, не могу, по-моему, назвать крупнейшего классика 19 века. Ну, не могу, у него книги чёрным по белому, значит, чтобы чуть ли не корни торчали. Выше корневой шейки на пару сантиметров вот так. Вот, видите, больные листья. И ещё быстрее, нам же впереди много нового сказать. Значит, сейчас они, мягко выражаясь, ограбили, значит, червей, а значит, ограбили всю цепочку. За червями идут грибы, мекориза и эти деревья. Полный голод стопроцентный, вот. Потом они начинают изувеченные деревья белить, вонят, красить в одном случае, нет, не красить, чистить в одном случае, это самое, колечек к кору, а в другом случае мыть. Я вот не понимаю, друзья, почему на этом лесники, отвечают, скажу, там, 10 гектар или 100 гектар леса, почему они не моют деревья, и почему деревья у них не погибают, а живут своей жизнью и доживают до смерти. Ладно, поклонение предшественникам пропускаем, вот, придумать такое, нарисовать схему, где отрубить все эти сосущие колечки. Это что, коллегу садить, вот. Это о том, что у человека нет души, и это было у вас один, Сечина, придумал это, что у нас нет души, а прогрессивная мышущая часть общества, встретила книгу восторженно. А прошло немного времени, начали десятки тысяч священников расстреливать. Вы понимаете, что это значит? А церкви, которых не хватило динамита, чтобы взорвать, использовали как конюшки. Здорово. Вот. Биология. Это всё мы говорили в прошлый раз. А здесь пару открытий мировых, ладно, проехали, зачем они нужны в моей книге. Так. Не о всех великих предтечах ещё рассказал, это мой долг. Но даже то, что я сделал, ребята, ещё потом попрошу. Это не наше личное дело, понимаете? Вот эти фильмы, я их, честно, мне прислали 7 тысяч рублей. Посмотрите, сколько фильмов. Это всё ушло на это, называется, ну как, на зарплату, на доплату девочке, которая помогала, да? Вот. Я вас спрошу, ещё надо 70, нет, ладно, 50. Если быть в день, по одному 50. Ну, в общем, довести надо сделать лучше сотню фильма. Они нужны всем нам. Мне всего-то надо, 100-200 рублей. Вот, видите, сейчас, может, раздаться звонок, придёт девочка. Вот они, пачка 200-рублёвок. Вот. И всё, и на этом конец. А, нет, я буду продолжать, я буду свои тратить. Но если у кого-то лично сотня завалялось, ну, там, шарился, там, заначку забыл про неё, потом бах, 100 рублей, присылайте мне. Поверьте, это ради вот этих всех людей, ради них. Вот. Ради того, чтобы мы ушли от скотского состояния, чтобы нам больше мозги не пудрили, чтобы нас не превращали в скотины, придумать такое, что из этого человек получился. Это я уже доказал, доходу этим самым, арифметически, то есть взял обыкновенный, там, не надо геометрию, не надо, высшую математику не надо, не это самое. Вот. Не интеграл, ничего. Просто нулью. Посчитайте, окажется, что когда она родит ребёнка, вот эта мышка, у неё будет на миллиард клеток больше. И это всё на полном серьёзе. Вы понимаете, что мы скотины. Тот доказал, что, это доказал, что это самое, что у нас в душе нет. Вот. И мы преклоняемся ему. Потому что он дал право убивать. Не дал, а, как сказать, обосновал и доказал право убивать. Нету души. Всё. А как кажется, одна скотина другую зарезала или топором по голове. Вспомним Достоевского. И вот это вот наш дедушка. А как мне, знаете, почему это фотография? Да, это повтор. Но всё равно, как мы с какими-то другими словами объясним. После динозавров, млекопитающие быстро эволюционировали. С каких? Когда... И самое интересное, что это неправда, потому что даже по Дарвину чуть любое отклонение – смерть. А здесь заодно. Вот родила мышка мышку, у неё миллиард новых клеток. Но любое изменение – это смерть. Вы что, не знаете этого? Вот. И что получается? Млекопитающие быстро эволюционировали. Учёные нашли древнего зверя размером с кошкой. Ура! А кто-то ещё, это самое, был кандидатом, стал доктором наук. Объяснив, что вот ещё, теперь у нас уже дверь с кошкой, это, следующий этап вот, доказал. А что такое быстро эволюционировали? Любое отклонение от нормы – это смерть. Дарвина, читать же надо, а не приспосабливать под себя. Вот. Обвиняется, как я написал, Министерство науки, Министерство просвещения. Это не просто удобство, да, для родителей удобство. Для детей это искусственная брюшина, под которой яички теперь спрятаны и никогда не будут эволюционировать, это такое слово, не будут развиваться. Мало нам геев, что ли, они уже власть взяли почти по всем, по этим, по половине мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Екатерина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова